Этот портрет не нуждается в представлении, ведь его печатали на марках и календарях. Верный способ добраться до миллионов глаз. Сама же героиня портрета, Мария Ивановна Лопухина, прожила короткую и ничем не примечательную жизнь. Особенно на фоне бурных биографий ее родственников. Ее прадед Иван, например, был главой тайной канцелярии. Это он занимался возвращением в Россию беглого царевича Алексея. Ее двоюродный племянник Лев написал «Войну и мир». Отец Марии, Иван Андреевич, был влиятельным масоном. В общем, семья была достаточно известной. Но самой колоритной фигурой был родной брат Марии, Федор Толстой. Он был красив, умен и невыносим. Картежник, задира, дуэлянт. С кем только он не стрелялся. Даже пытался с Пушкиным. А когда отправился в кругосветную экспедицию с Грузенштерном, стал главной головной болью этого предприятия. Например, в первый же день он в усмерть напоил судового священника. Приклеил его бороду к палубе с урбучом с казенной печатью, а когда несчастный очнулся, уверил того, что печать ломать нельзя. Бороду святому отцу пришлось отрезать. Кстати, у нас на канале есть полная история жизни и приключений Федора Толстого. Кому интересно, ссылка в описании. А мы вернемся к нашей Марии. Юная графиня Толстая выросла в отцовском имении в Калагрифском уезде Костромской области. В 18 лет она вышла замуж за Степана Лопухина. Именно он и заказал этот портрет модному петербургскому художнику Боробиковскому. К сожалению, Мария не была счастлива в браке. В браке с ничем не примечательным человеком старше нее на 10 лет. Причем в браке не по любви, а по боли родителей. И всего через несколько лет, в 1803 году, Мария Лопухина скончалась от неизлечимой тогда чахотки. Девушке было всего 24 года. Супруг похоронил ее в родовой усыпальнице Лопухиных. А вскоре умер и сам. Он был захоронен в той же усыпальнице рядом с покойной женой. Так что Мария Лопухина прожила трагическую и очень короткую жизнь. И лишь после смерти к Лопухиной вдруг пришла слава. Наслышанная о ее красоте и печальной участи, представители света, которые не были прежде знакомы с нею лично, стали осаждать дом родственников Лопухиной, чтобы увидеть прекрасную Марию хотя бы на портрете. И представьте, многие из юных посетительниц вскоре также заболевали чахуткой и умирали. О портрете Лопухиной пошла страшная молва. Будто бы за молодыми девушками, взглянувшими на этот портрет, приходит смерть. Якобы безутешный отец, магистр масонской ложи, а также известный мистик, заключил дух умершей в картину, а уже этот дух и забирает на тот цвет других девушек. Но никакой мистики в этом безусловно не было. Просто чахотка в те времена была довольно распространенной и, увы, практически неизлечивой болезнью. А автором этой черной легенды, скорее всего, был все тот же Федор Толстой, брат Марии. По крайней мере, именно этому проказнику достался в наследство портрет, силами свредников, становившийся с каждым годом все более и более знаменитым. Портрет долгое время хранился в Доме Толстых. Именно там его и увидел Третьяков. Понял, что это, в общем-то, шедевр, купил, и полотно окончательно стало легендой. Третьяковская галерея, экскурсии, календари, марки. Портрет и по сей день находится в Третьяковке. Это настоящая жемчужина зала Боровиковского. У посетителей есть поверье. Вглядываясь в образ на портрете, загадывать на будущее по выражению лица и глаз Марии. Говорят, она особенно расположена к влюбленным парам, а иногда может даже подмигнуть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.